мама пришла ты ругаешься на меня мы никогда не угадаем на самом деле хитр ли пишет нам надеюсь это сотрется и такой не останусь выход трясти уши как ловко все привет в общем начинаем новый влог и сегодня сейчас мы с крестинка в поедем до нее доделаем дела и потом поедем торговый центр я все-таки хочу там эти все-таки джинсы если еще не купили в биржке взять под вот этот как раз таки свитерок первый раз его одела это немножко поддушивает сейчас горло говорить грамотно не одела она делала хорошо посетила дело надела и надела сейчас свитер и поддушивает меня немного горло вот но я что-то легко оделась немножко я вот одела новую тоже жакетик и как-то прям знаете я подумала что у нас весна уже на улице нифига не весна окро кажется что да и шапку не одела надела можно быть неграмотным просто два раза два варианта говорить выверить себе какой им больше нравится раньше говорили одеть раньше говорили один раз это как бы типа перепутал забыл и знал как бы не уверен я все грамотности это ну в общем если чу капюшончик одену да надену и видите чего со мной делаете вот хейтеры кто поправляет меня кому важно как я говорю он не прошло говоря я понимаю want под receptor speaking forgot нет которых хотя брались брать от добра те хотят добра который хотят добра но как бы говорят тебе корректирует и поправляете а кто это это просто люди которые желают тебе добра как мама 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 инагра кстати я когда еще не говорю на вание это за ходерила minds тоже родной человек ты можешь быть 5х в какой-то момент если он говорит негатив какой-то так что с хейтера то подожди то есть по-твоему хейтер это тот который почему негатив тебе человек желает добра он просто хочет чтобы ты в глазах других выглядел лучше на самом деле вот вот здесь вот знаете от слове хейтера мы никогда не угадаем на самом деле хейтер ли пишет нам потому что в этом всем главенствует мотивация человек может написать какое-то говно ублюдская но у него благие намерения то есть он может быть это пишет для того чтобы там что-то к тебе раздразнить выявить какую-то эмоцию чтобы там больше просмотров поймал да то есть он думает о том что тебе было хорошо или он может написать какая вы красивая а внутри чтобы ты сдохла понимаешь и мотивация тут какая вот это настоящий хейтер понимаете хейтер лицемер да ой но ты же читаешь не знаешь поэтому да поэтому я говорю что мы никогда не узнаем кто на самом деле хейтер истинный а подожду ты не поняла вопрос том что хейтер это определение по твоему но хейт хейт это ненависть вот так англии вот смотри вот сама ты ответила я так тоже понимала поэтому если я тебе говорю вот не идет тебе этот свитер лучше его мне отдать это но если не ненавистью вот тебе просто человек подкорректировал говорить надо грамма дожди это не дожди сна я же говорю ты говоришь а дело эти говорю на дело я хейтер неизвестные не что он гадость написать но там очевидно обзывательство и все дожди я же говорю не понимаешь истинный хейтер может быть со стороны это кажется что он гадость а он может быть больше и лучше нас знает понимаешь он может быть более духовно развит и он просто за это я говорю это значит что я не знаю что ты говоришь спасибо вам хейтеры то есть значит однозначно все кто исправляет это хейтер нет но я как бы всех под одну гребенку потому что я не знаю кто истинный хейтер а кто нет это для меня хейтеры это те кто пишет то что мне не нравится у меня свое понимание хейтерство поэтому спасибо вам хейтеры за то что я теперь по два раза не повторяю два раза не повторяю два разных тоже сказали нельзя то ключом по два раза повторяю не еще не говорили но скоро начнут мы же осветили эту тему теперь говорить ой не знает как говорить по два раза говорит а это я раньше-то говорила я помню до 3 часа я даже не замечала мы начинаем подстраиваться под людей которые нам это не хитрость это ловкость это лайфхак я не поняла что только дошло до меня я уже забыла мы хотим чтобы лучше хейтером были тоже это а дело на дело хитер наши преданные зрители мы должны взять им внимание ремень или ремень ремень и творог 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 короче не суть важно главное что есть понимание что может быть и такой вариант и такой главное что ты сам это понимаешь тем более сейчас так быстро все меняется неизвестно как оно на самом деле потому что кофе это теперь кофе он она 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 может быть кофе она попросать вот кофе молка если вдруг не договорил человек он половину слова сказал кофе оказывается есть грамота с одной так ну что мы первым делом пришли конечно же по есть у крестушки вот роллы любимая она есть роллы пока чудо это с моцареллой сыром и она очень любит вот соус видите всю зеленушку она там есть она все туда кладет и мало понимаете и она все еще съедает на симбирь вот любитель остренького да я вот к тому что так данька есть макароны и фокаччо как всегда он ничего другого есть не хочет я заказала в этот раз супчик себе и raw арахисово кстати очень вкусненький здесь короче сейчас мы перекусим и побежим по магазинчикам да сейчас поедем а крыси нас подпоедет это все мы поели идем денька счастливый идет решили пешком немножко пройтись блин прохладно я конечно легко оделась вот это но так как шочек натягиваю от 1 раз и норм по моему а вот уже вход ну что крошечки мы нагулялись с крестюша зачехляемся сумка что-то сюда мне кажется вот это не идет не знаю скажите мне не то что не идет как бы по цветам все гармонично но мне кажется что она акцентная и вот этот сам свитер акцентный и как будто два акцента друг друга перебивают вот короче мне так кажется вот сегодня его такая была в общем купила я себе там заре топ и крестинка купила себе обувь дома придем покажем а а можно будет я вот ты покажешь моим зрителям тоже чё у тебя там да на добрыня всем привет адресик нолик у меня была в гостях видали короче мы сейчас выезжаем я такая не накрашенная короче вся в самотохе туда-сюда сейчас я ему милку везем на узи перед стерилизацией вот опаздываем уже день кого ты уже положил туда самостоятельно сейчас я него заберу не волнуйтесь так ну что всего нам только что сделали узи сейчас мы ждем 10 минут результаты вроде предварительно сказали все хорошо никаких противопоказаний нет вот выйдем тогда сразу запишемся на стерилизацию на завтра ну что сели мы уже выезжаем домой едем сказали что все хорошо еще раз повторюсь еще раз вышли дали нам заключение все хорошо позвонила в клинику записались на завтра на стерилизацию в час дня вот что-то я такая все сегодня с утра самотошная у меня прям нет сил успокоительные переживаю короче кормить вечером я только покормить на ночь еду сказали убрать на голодный желудок ее надо навести короче кровь сдавать не обязательно сказали что она молодая все хорошо как бы нам за кровь вообще не говорили если хотите сдать все буду делать рассасывающие какой-то ей поставить штуку чтобы она не облизывалась там еще я хочу покрасить сегодня брошки свои и перекрасить свои ноготочки смотрите как красивенько это я купила то что в заре вчера топик но кстати мне кажется можно было бы брать x сочку и даже несмотря на то что вот видите у меня как бы животик управляются всегда и сейчас у меня как бы вот но есть немного животик завышенная талия и топ живота нет все скрыто как бы да еще пояс как бы вообще как будто я без живота лайфхак вот стоила 700 700 рублей стоила она я взяла ее за 399 за 400 рублей ну короче почти 50 процентов скидка вот и там были еще цвета там был еще желтый желтым не идет но что-то я почему-то его не стала брать короче там много разных топиков вообще черный еще хотела взять на черный эльки все остались да вообще не вариант вот короче xs к и леска замечательно вот мегу еще съездить посмотреть сейчас кстати кристина попрошу скинуть и ботики забыла и я скинуть вам боты которые мы ей взяли вот ее любимые идет горит колодка удобная все дела попрошу и вставлю вам что вот он мой ботинок один и вот 2 ботинок у меня на ноге здесь замочек здесь затягивается по ножке и такая огромная платформа рельеф на это грязь я уже сегодня в них ходила такие хоть они и как демисезонье но с другой стороны я не замерзла сегодня очень плотная текстура но это не кожа это зам вот эта штука очень плотно до встречи на танцполе нашли развлечение так сейчас в общем я покрашу бровки у меня тон коричневого нет хотя они под мои корни сейчас коричневый тон было бы хорошо но мне графит и я сделаю просто не сильно темные постараюсь во всяком случае сделать не сильно темные и включу свет и реснички покрашу потому что бывает что не знаю может лучше так со светом не бывает что я не крашу их особенно нижние нижние вообще редко крашу и хорошо чтобы их подтемнить сейчас короче сделаю а покажу вам что я использую для ресниц я использую и гора шварцкоп вот покупала за 1365 это моя бровистка кто татуаж мне делает она посоветовала она очень хорошо держится черная такая знаете прям черная черная очень и хорошо держится долго не смывается а для бровей я буду использовать капуста такой вот графит 001 так вот смотрите у меня свежие накрашенные сейчас ресницы толстым слоем я их накрасила и даже под водочку сделала вот и как бы она сразу быстренько высыхает и я так могу хоть там 20-30 минут ходить и сейчас себе еще параллельно бровки на бровки 3 минуты будут поэтому я бровки сейчас накрашу и сотру быстро вот такая вот смотрите краска по чернило уже сейчас я помою и наведу здесь на бровки то да 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 короче девчонки вот я накрасилась на мазюкалась я надеюсь это сотрется я такой не останусь буквально три минутки брови жду и смываю потом реснички ну реснички я максимально подожду прямо на 20 как салоне ну чё даже не знаю две минуты прошло я наверное бровки прям сотру я не хочу чтобы они были черные видите как быстро хватаются так основной шансы так сотру с одной неплохо по-моему с другой да сейчас еще подсмол какие бровюшечки вот намочила кстати этот спонжик который мне и оси прислала сейчас водичка вот только чуть-чуть подотру вообще как классно можно не спешить даже с бровями еще супер супер пупер как салон сходила смотрите шик блеск красота можно не подкрашивать даже все реснички сейчас похожу еще потом покажу посижу пока чайку попью кстати я подключила себе приложение нетфликс на телефоне и на своем большом экране могу смотреть теперь фильмы но сейчас у меня мультик идет конечно же дэнни вот буду искать кстати посоветуйте что-нибудь в комментариях какой-нибудь сериал вот netflix посмотреть именно что-нибудь вот что там есть но я естественно посоветую погляжу так смотрите я смыла реснички у меня окантовочка такая вот темненькая мне нравится и сверху и снизу и вот кстати на втором канале я снимала там вам макияж и но мы там тестили с вами завивку для ресниц до такую горячую и обычную и вот это что о чем я вам говорила когда черные ресницы сейчас все таки включу нам так чтобы было видно и вот я завиваю их не красятся ничего да я просто беру вот видите сейчас да какие реснички вот обычные да просто густые сейчас я их беру и завиваю не крася даже да то есть я могу это не красить вот раз глаз попал что-то глаз попал раз и побежала и черные реснички когда они завиты вот так да очень круто смотрится смотрите видите вот здесь друг по ум на этом глазике видно а здесь вот сразу завились можно и горячий сделать на целый день будет вот этой наверное на целый день не держится все шикарно можно даже не красить реально но ресницы нижней проще густые густые без получил вот вот видите запомните вот этот тоже под накрутим опа вообще красота липота вау уже кремом личико уже к вечеру готовлюсь сделала уходик основной и вот теперь кремушек у меня ночной будем готовиться ко сну сейчас смотрю на себя в зеркало думаю чего я раньше не покрасила на самом деле этом вам брови хотела одни тестировать а их просто на ну нет смысла тестировать на покрашенные брови ну ладно уже лет мочи больше ждать а я еще стерла ногти видите может кто видит помнит я сделала форму новую ногтей сделала капельки такие вот сейчас буду красить вот этим вот это остыла ли цвет ну цвет мне нравится там блестки еще внутри есть такой мне кажется я нашла один интересный лак который долго держится фаберликовский он кстати просто я покупаешь да и тестирую все вот один мне понравился и я его даже еще подмазывала но вот сегодня какой 11 число я его сейчас стерла даже не потому что он ободрался потому что просто хочу свежий сделать вставлять я бы еще его носила то есть на крайняк он выглядел нормально все бровки расчесала реснички расчесала подкрутила пушистике мои красота надо вообще фиксатор какой для ресниц у меня есть для бровей можно использовать для ресниц на тоже и все подкрутила зафиксировала класс и вот они вот так у меня месяцом будут держаться ресниц так все сделала все сделала я я самая беттина привлекательная можно ложиться спать таким настроем сейчас еще накрашу ноготочки чуть их подпилю вам покажу ноготочки в итоге мои так ну что мои дорогие вот такой вот у меня маникюрчик мне нравится я подпилила кстати еще немножечко ногти сделала их еще более миндалевидными это вот такой лак который знаете он как будто с краплениями там всякими блестящими и ну как бы он немножко лучше держится потому что вы знаете да что если с блестками красить лак он будет долго держаться и вот этот вот ну как бы чуть дольше держится чем обычно ну короче посмотрим сравним в общем классно тане показала она говорит прям хорошо тебе еще прям можно заузить их что в последнее время мне понравилась такая форма моя мама носит такую форму всю жизнь вот а я всегда лопатки носила почему-то короче решила такую поносить как вам напишите вот кстати netflix настроила наконец-таки блин еле-еле настроила здесь русский язык я что-то не догнала как там что-то делать и здесь есть смотрите топ-10 в россии today я нашла язык короче первое это у нас вот это вот шахматистка не помню блин как она называется вот я ее смотрела первое вот второе не смотрела третье тоже не смотрела crown тоже не смотрел сабрина короче это топ представляете надо надо весь топ посмотреть а потом скажу вам какие из них классные какие стоит посмотреть какие мне понравились только я уже вам русскими блин буквами напишу вот так что вот такой вечерок сейчас хочу включить сейчас хочу включить какой-нибудь фильм вот как раз таки 2 которая да там на втором месте например и посмотреть вот и мы едим шоколадки только начался это походу сериал всем привет мои хорошие сегодня у нас день x сегодня мы делаем милочки стерилизацию сегодня вообще какой-то необычный день я проснулась в 9 утра в 9 утра даже 9 еще не было 8 40 где-то я проснулась потому что вчера я с малышом с вами вырубилась просто я его пошла укладывать где-то 10 часов и короче я чувствую что у меня вообще рубит я уже ничего не хочу хотя у меня очень много было дело завтра и монтаж и сериал досмотреть дело дельное да там еще поговорить на это было короче я легла спать проснулась сегодня поэтому рано смонтировала видео сейчас на вывод его вам поставила и уже время может покушали я собралась и уже время везу милку на стерилизацию я ее там оставлю на два с половиной часа как мне сказали да и вернут мне и и уже в нормальном состоянии то есть отходосов не будет вот я помню что как-то мы кастрировали кота давным-давно мне было лет 19 наверное еще не подарили котика я жила в москве тогда еще я его оставила там семье ну как бы нам мы там жили в квартире и мне его подарили как бы он там в квартире и остался где жил вот я ушла с этой квартиры а он в квартире остался у тех роз как бы как не не с роднёй жила короче а в общем все сложно в общем это их скорее код был да как бы мне его подарили но как бы он с ними жил и там остался короче вот мы его кастрировали я помню что ну он уходил такой как пьяный такой знаете весь такой вообще шатун и было сложно смотреть на животное прям жалко очень жалко а сейчас я так понимаю что там какая-то кислородная камера подача кислорода то есть уже приходит в себя то есть в начале до процедуры в кислородную камеру помещают видимо она там уже на дыши на дышится да и уже будет такое состояние какое-то наверное да такое спокойное я не знаю что но сейчас я спрошу кстати что после этой кислородной камеры да потом значит делают анестезию делают операцию потом обратно ее туда и она уже приходит в себя и я через два с половиной часа забираю вот пока короче мы будем ждать деньку записала в бассейн надо мне этот бассейн быстро выходить и сегодня же после бассейна мы заберем милу отвезем ее домой такие планы быстро вам рассказывают да отвезем ее домой и поедем в новый вот этот вот наш фитнес-клуб где я хочу деньги абонемент взять и себе там всякие детские развивашки и бассейн и в общем для нас обоих будет мотивация туда ходить не только как позаниматься но и как вариант что там развивашки всякие и плюс еще может я раньше вставать начну потому что там как-то как-то в первой половине дня больше всяких интересных развивашек для детей поэтому это хорошая мотивация встать с утра взять ребенка поехать позаниматься и он как бы поразвивается да и уже потом у нас целый день свободен заниматься чем-то другим интересным так что я беру вас с собой походу все буду показывать все сейчас дэнку одеваю это уже отделась дэнку одеваю милку не кормлен охотно меня смотрит помявкивает говорит мам я не пойму что ты меня не кормишь а я говорю нельзя кошечка чё мы выехали милка милка мяучит блин я все больше переживаю вообще как оно чё будет блин я маяка маленькая кисочка кошечка это не трогает у меня мама трогает и ты моя хорошая покажи зубки кто-то мне сказал что у нее два клыка там нет ну это может раньше бы у них нет говорит что-то там сходи сейчас все хорошо по одному постоянно так милка развесимся давай стой здесь стой моя девочка стой кися стой 2 900 и 3 килограмм у меня не куда пошла иди сюда уколчик обезболивающий да будет все сейчас будет препарат у нее который ее успокоит и как бы уснет она немножечко вот потом я в камеру положу и уже девочкам оставлю маленькая все у нее в норме все хорошо послушали взвесили зубы рот посмотрели температуру померили вот такая камера заходит моя девочка все моя сладенькая моя маленькая все хорошо фу девочки конечно это что-то блин ребенка оставлять прям ребенка оставлять но я понимаю что я это лучше я себя уговариваю тем что это лучше для нее тем что она не будет мучиться ну реально 5 дней вот она мучается она и спать не может и есть не хочет орет и вот это ходит на полусогнутых но это вообще не это не жизнь это существование вот короче говоря ладно и плюс это ну еще и плачевно какими-то потом раковыми заболеваниями да то есть если кошку не сводить с котами да то это нельзя короче так нужно либо сводить либо стерилизовать ну вот так ладно все мы с денькой бассейн купаться да все иди садись все приехали наконец-таки в бассейн денька давно здесь не был посмотрим как он поплавает сегодня сегодня может быть мы будем час плавать вместо получаса чтобы быстрее абонемент выходить и же начать ходить фитнес-клуб с бассейном так что мы наплавались накупались целый час денька купался понравилось ему мне кажется у него как у меня знаете когда долго не ходишь куда-то в бассейн вот у нас перерывчик было такое несколько месяцев я думала он не захочет а нет вот уже ребенок подрос уже понимает намного больше да и он уже там вот она говорит ой так хорошо плавает знаешь как будто мы занимались где-то да а на самом деле нет просто у него вот память хорошая на это все у меня тоже и вот я на вокал хожу два полгода занимаюсь там никакого прогресса я не вижу да вот занимаюсь занимаюсь только активно там ну как бы вижу прогресс но минимальный зато если я делаю год перерыв и потом снова возвращаюсь я пою как соловей просто с первого занятия распевка такая больше понимаю как будто и сознание открывается короче нам позвонили как раз таки уже мы заканчивали позвонили сказали все операция прошла успешно все замечательно приезжайте через 30-40 ну сейчас прошло 40 минут как раз таки и мы летим за нашей милусичка и пампусечка я спросила кстати можно ли ее оставить одну дома на пару часов что-то я не сообразила на самом деле надо вы может с ней она говорит она абсолютно в адеквате будет то есть не переживайте то есть вот как была как бы вы привели ее такая и будет я говорю а то там бабушка какая-то или что-то там поставят я только не поняла что вот сейчас покажу вам да что там будет типа если она снимет там сорвет она говорит не волнуйтесь там внутренние швы какие-то да то есть она короче сейчас все еще спрошу еще раз расскажу я чуть не догоняю не представляю моя котичка моя какую штучку и повесили милая но мама пришла ты ругаешься на меня все ругается на меня шипит не ругайся зай не ругай я пришла все я тебе очень вкусную еду куплю кися моя ругается на меня моя девочка и ругается и соскучилась одновременно все я тебя щас заберу щас заберу щас приду Маня щас приду ой ругается короче милка на меня уже не злится вот она меня вот так целует и целует обнимает вот так вот всю дорогу все сейчас выходим я ей вкусняшку ее любимую еду купила мокрый корм сейчас она меня залюбит соскучилась едет и все говорит мама ну ты что так надолго меня не оставляла еще мама еще и в какой-то повязке мое 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 вот видите что мы из ледки ну все идем так сказали можно ее покормить возможно рвота может быть это ну реакция на препарат я решила ее задобрить немножко из-за того что это ну короче сказали первые сутки она будет соненькая может не захотеть ходить как бы потому что скованы движения вот этой штукой ну ее снимать пока 7 дней я так понимаю не нужно было так все милуся покушала вроде нормально нормально все сейчас будет я думаю отдыхать ляжет где нить и будет отдыхать а мы с Данькой уже просто мы откладывали откладывали это уже женщина звонит звонит фитнес вот этот вот детский а мне нужно посмотреть как Данька будет там в детской вообще останется он хотя бы на часик там да чтобы я могла там раз на часик поехать пошла позанималась да общее там потом проведала его покушали может опять пошел играть я там пошла еще что-нибудь поделала потом вместе бассейн ну вот короче причем купить абонемент это там забронировали местечко по акции еще пока и нужно как бы все эти моменты выверить но я сегодня наверное уже его и возьму этот абонемент так что мы мчим так смотрите какой у меня вкусный чай Даньку я уже отправила в детскую он сразу побежал туда повеселиться и вот по расписанию тут короче будет это сейчас положу по расписанию в пять часов тут будут шалунишки какие-то я говорю может он пойдет сейчас я его ну полчаса поиграю сейчас я его возьму покушаем и потом он как раз поиграет и их заберут я посижу подожду вот в пять пол часика будет у них занятие идти я даже буду подглядывать вот ну я уже смотрю на завтра что у нас на завтра в 17.30 будут таптышки ну тут написано короче сзади что значит шалунишки таптышки вот таптышки занятие направлено на профилактику плоскостопия укрепление мышц стопы голени с использованием специального оборудования шалунишки это веселые игры забавные эстафеты сказочные путешествия все это поможет вашему малышу овладеть основными двигательными навыками вот тут еще творческая студия есть там лепят туда-сюда 300 рублей всего занятия стоит я думаю по возможности он будет обязательно ходить вот например 12 часов в четверг будет ну мы наверное не каждый день сможем ходить да но творческая студия обычно где-то в 12.30 нормально вот короче я рада я рада посмотрела бассейн какой там короче мне все очень нравится я думаю что мы не будем ждать даже пока мы выходим абонемент нашего бассейна мы начнем сюда сразу ходить сейчас вот смотрю взрослые расписания чтобы посмотреть куда я могу пойти пока ребенок будет здесь деньку забрала с детской пока чтоб он блинчики поел вот мои сырнички короче хочу посмотреть как он все таки будет заниматься с детьми но сейчас там вот вдвоем он с девочкой а деньке кстати не понравились блинчики они из гречневой муки я их съела а он съел мои сырники поэтому сейчас я его отправила а сама себе сырников еще заказала потому что блинчиков мне недостаточно было мало чай вообще бомбезный очень вкусный а что мой зайчка делает а буковки собирает давай переоденемся тебе не жарко так ну что вышли мы из фитнес клуба потрясу с вами пока еду в пробке вот это еще единственный момент не кайф чтобы это я просто помню что я в прошлый раз когда купила только абонемент я тоже утром выезжала чтобы успеть на йогу там и куда-то и в пробке это впервые да что меня заставило утром выезжать и были пробки все время утром я же не выезжаю в такое время и вечером сильно не тусую нигде а уже либо поздно уже ну короче как-то так время подгадывается всегда когда я не привязана к чему-то да просто вот живу и живу я не попадаю в пробки какая-то вот прикольная штука да а вот когда начинаю ходить на какие-то занятия почему-то они выпадают на такое время что ты вот нет нет и попадешь в пробки короче будем смотреть стараться дэнке очень понравилось он сразу захотел в бассейн я вам подсниму там потом в следующий раз какой там бассейн как вот мы ну немного понятно что там люди сильно снимать не буду но немножко вам покажу все таки да как что вот сейчас вы увидели а вы не увидели детскую вы увидели только да один кусочек который я подсняла где он сидел да но детская такая небольшая разделена на две части детей там вообще немного то есть сначала там первую часть Дэня с девочкой вдвоем вообще там были да а потом ну человек пять-шесть наверное там было и то одни более взрослые сидят рисуют там в одной части да а дети там весятся в другой части как-то нормально сейчас посмотрела что там еще есть у них подготовка к школе отдельная плата уже да там месяц четыре тысячи для тех у кого есть абонемент и там они русский язык и математику изучают я хочу позвонить тоже узнать какое у них расписание и со скольки возраста они берут деток вот вполне мне нравится логопед еще там есть тоже оставил свой номер телефона логопед должен позвонить тоже посмотрю как там есть и в группе занятия и индивидуально вообще было бы клево вот так приходишь он вообще за мной не переживает там где что и он пришел там на тренировочку их забрали он пришел да больно быстро снимает боты я говорю ну как он говорю позанимался она говорит нормально со всеми отлично позанимался чуть-чуть баловался говорит а так в целом все ну все замечательно ну классно зато он с ребятами там вот три было три мальчика занимались все довольные пришли еще побеситься потом мне нравится и мы уходим такой хочу с детками хочу в бассейн я говорю мы в бассейне уже были а с детками завтра придем заниматься в общем я думаю что Денька будет меня мотивировать ходить на занятия то есть я буду его водить по-любому потому что на первом месте для меня развитие и досуг ребенка а потом уже я соответственно я его буду вести а сама чтобы не тратить зря время буду заниматься и соответственно благодаря Денчике и фигур свою подтяну прессик подкачаю начну питаться снова как прежде там кстати кафе есть недорогое на мой взгляд мы сейчас поели и блинчики два раза заказала сырники чай заказала воду там на 500 рублей всего лишь ну как бы в целом я думала дороже почему-то будет 500 рублей получилось отлично вот и вообще там всякие батончики чуть что если хочется есть конечно ценник повыше то есть я батон я покупаю вафли свои любимые по 120 рублей а там они 180 короче ну на 50 60 рублей дороже получается такие батончики я могу так взять и они в ленте даже помощи стали продаваться и собой да там распирикус протеиновая вафля протеиновый батончик без сахара все супер-пупер короче класс мне нравится взяла абонемент да я вам сказала что взяла абонемент 10 тысяч на меня 10 тысяч на ребенка и получается 9 месяцев активных плюс 3 месяца заморозки вот а если без заморозки то 12 месяцев получается это у них самая такая крутая акция да вообще такой абонемент стоит 15 тысяч у них вот я на на акцию успела забронировать и вот мне продали а до нового года было 12 активных месяцев плюс полгода заморозки меня звали на эту акцию но я вот так и не дошла блин представляете было бы полтора года без заморозки полтора года ну ладно на самом деле в прошлый раз когда взяла два месяца походила и перестала ходить если мы отходим весь год то это уже круто это получается в месяц оплата меньше меньше тысячи рублей в месяц а тут и я занимаюсь и ребенок развивается тебе и бассейн и все на свете короче вот еще если таня там возьмет абонемент то вообще веселуха будет вот ну короче я рада довольна что денька так хорошо воспринялся в принципе все очень комфортно мне там нравится сейчас летим бежим к милочке буду ее сегодня наглаживать нацеловывать короче милка все мы уже пришли домой я к ней подбежала она в детской была вот мурлычет пока в детской была я ее схватила погладила короче она толком ходить не может она прям перекатывается она даже не смогла подбежать встретить она хотела я увидела что она в детской сидит и она увидела и такая хотела подбежать и короче не смогла упала мяучит вот а сейчас это я ее взяла и мне позвонили по телефону на этот на видео я взяла на ручки не пойму может быть я как-то ее не так взяла неудобно ей хотя я ну подмышки брала то есть я животик не трогаю она меня укусила представляете смотрите прокурс какой сделала мне конкретный ажон кровяка чутка запеклась там вот ну короче мне говорят положи ее пусть в себя приходит вот я ее положила вот здесь сначала на кровать положила потом думаю блин она же может оттуда не слезть нафиг положила ее вот здесь вот в общем она лежит здесь сама я не знаю как она в туалет вот как ей пойти наш не сможет сходить бедный ребенок мы в туалет не развязала ничего не хвост хвост куда-то у тебя милочка залез короче рыбка моя пришла ко мне укусила меня и все и начала за мной ходить она не может залезть главное на меня и вот это вот ну конечно видончик такой себе да начала за зализывать короче то что укусила меня а я видимо чуть-чуть больно сделала я сейчас поняла потому что у нее вот здесь вот на шейке у нее очень ну плотно прям сильно завязано что она не может шею даже поднять а я ее взяла видимо за грудь ну как бы вот здесь под лапки да и видимо такие так неудобно было вот и она не может мне сказать и короче укусила чтобы я ее отпустил на рыбу мою еще понимаете она тебя вообще не злюсь моя девочка эти понимаемая кошечка маленькая короче пока что она не может запрыгивать и я ее вот это вот нашу туда-сюда но она пришла ко мне и даже не могла залезть но явно хотела именно здесь вот быть я вот так вот сажусь чуть-чуть вот здесь вот и она возле мамы да главное возле мамы скажу все мне больше ничего не надо да моя кошечка моя девочка тебя так люблю скоро пройдет все будет замечательно тебе обещаю еще кристина напомнила мне что оказывается завтра вареники уже я и забыла у нас же традиция всегда у кристины собираются все друзья родственники кто может да и мы кушаем вареники сюрпризами я так вот суматоха что она мне говорит завтра же вареники языка блин вареники завтра сейчас надо распланировать тогда завтрашний день привести себя в порядок всем привет мои хорошие сегодня день следующий ой вчера не снимала короче с милка весь вечер за ней смотрела она выпрыгнула как-то из своей помпухи вот но помпон или как он там называется вот короче корсет этот вот она из него как-то вылезла то есть ничего не развязалось просто она выскользнула оттуда и я такая думаю как же мне ее теперь обратно туда как бы сегодня позвонила и ну хорошо что я кое-как хотя бы сделала да потому что она должна ходить в этом специальном корсете вот короче я одной рукой там ее держу за шкирку потому что она меня кусает то есть я только дотрагиваюсь до этого корсета она уже сразу меня кусает вы видели как она меня укусила да и я думаю блин одеть то ей надо его одна как бы сложно и короче я его держу вот так вот да она понимает силу все мама держит тут и короче зубами одной рукой я все перевязываю но чисто интуитивно как-то перевязала а сегодня я уже думаю блин мне надо выезжать там то все как бы ну хотя бы на пару-тройку часов я ее должна оставить как бы дома да и к сожалению никто не может прийти и там посмотреть за ней ну и короче говоря я посмотрела как правильно завязать этот помпон оказывается он неправильно был завязан короче она видимо уже как-то из него там вынурнула я уже ее привезла непонятно как он завязан был и я вчера непонятно как завязала конечно она из него выскальзывает сегодня посмотрела как следует короче все перевязала вот ходить она не хочет ходить пить есть ничего не хочет я ее целый день сегодня на целом днем и спит вот она вчера весь вечер спала сегодня на весь день спит всю ночь спала я ее только переношу вот чтобы она была рядом со мной. Потому что ко мне она ко мне, ко мне вот так лапочкой, да, чтобы я была с ней рядом. Короче, всё хорошо, всё нормально. Сейчас она спит, как и целый день спала. Вот, я её сейчас оставляю. Еда, питьё, всё у неё есть. То есть, в принципе, она дойти может. Потому что, когда я привезла её только, она ходила там, она дошла, да. Она даже залезла на диван как-то, потому что её вырвала на диване. То есть, я её покормила, она прям поела, когда пришла, да. Ну, вырвала, да. Ну, я уже всё постирала, всё убрала. Но на диване. Сам факт, что она залезла туда, потом спустилась, да, то есть, и потом она уже вот в детской лежала все это время, ну, и я, конечно, ее там переношу туда-сюда, чтобы она с нами рядом была, вот, то есть я работаю за компьютером, она возле меня, мы спать пошли, она возле нас, то есть мы опять в зал, она с нами, вот, все хорошо, мурчит, улыбается, вот, сейчас мы едем на вареники, я вообще собиралась сегодня в фитнес-зал пойти, но решила отменить целый день за Милой, смотрела, как она себя ведет, чтобы посмотреть вообще, могу я ее оставить одну или нет, все хорошо, она спит, поэтому я со спокойной душой ее сейчас оставляю, и я ее перевязала как следует уже. Девочки, смотрите, кто к нам тут пришел, 3 часа ее, 3 часа ее ждала, давай целую быстрее, ну и что, как ты могла забыть про ребенка? Бабушка. Лила или Лилуя? Кто-то гавкоднюю не вставляет. Почему? Ты что? Гавкоднюю говорю, моя собака не вставляет, пусть только мягкая твоя кошка раздражает зрителя, правильно? А у меня собака спокойная. А ты, между прочим, вставила, еще акцент сделала на моей кошке. Мяу! Вот это, мяу! Мы телевизор смотрим, мяу! Это в своем году. Можно там, в конце концов, я не пойму, кричит. Все, до свидания. Так, ну что, смотрите, что нас ждет, какие сюрпризы нас ждут, начинка готова, тесто готово, свечи, конфеты, дыня. Короче, вот у нас здесь начинки. Интересно. Будем сейчас помогать лепить. На самом деле, я не помню, что бы я лепила вареньки, но сейчас у меня есть такая возможность. И вареньки... Нет, давно я пельмешки улепила. Может быть, с бабушкой когда-то. Но, блин, это было в таком далеком детстве, что я, конечно, не помню. Поэтому сейчас я заворачиваю сюрпризы. Это большая монетка. Тихонько, Дэнь. Три кольца у нас. В принципе, мы все официально не замужние, поэтому думаю, каждый будет рад. Сейчас еще гости приедут к Кристине. Я думаю, каждый будет рад. А, они замужняя пара, им не нужны кольца. Вот. Короче, сейчас чуть-чуть еще и будем уже лепить. Наступаем к самому прекрасному. Мы берем вот так вот наш... Кладем картошечку. Теперь я беру, кладу начиночку вот так в серединочку сюда. Опа. И начинаю залепливать. Это я помню, что мы еще с бабушкой так делали, бабушка учила. А это уже сюрприз будет. А потом делаю вот так. Красиво. Вот такое варенье. Красиво? Да, очень красиво. Что сделается? Как ловко она это творит. Оп-оп-оп. Я думала, сейчас скажет, таман налепила, да? Ай, да Селена, что у нас там? Что за граната новая? Смотри, какая грязная. Ой-ой-ой. Ничего не жал. Стоянная клада была. Смотрите. Где пища поготовила вареники. Вот считай, галочку поставила. Вареники сделала. Так, смотри, следующая партия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я по тринадцать таки делаю. Все. Что, все нельзя сразу? Тринадцатое число нельзя. Все было к тому, чтобы Селена попробовала себя в кулинарии. А то, если я не пробовала, да, Крис, ты еще? Ну, у нас варенька нет. А смотрите, у нас еще лучок жарится. Вы нет, не жал, сковородку посыпали. Хорошая, чугунная сковородка. Я-то знаю, я-то знаю, на всех. Не увидите, что это будет. Хорошая сковородка, чугунная. Ну, что? Это жарится. Хорошие свиньи. Сберутся те, кому слышно. Ради Бога. А теперь выход Крестюши. Аккуратно, Крестюши. Это мое коронное блюдо. Оно быстрое. И с одной стороны, жуль ен, что-то из Франции. А с другой стороны, ен, да? А с другой стороны, делается очень быстро, просто с душой, вкусно. Его один раз наедаешься, и хватает на целый год. Уже печет. Я побежала. Да, давай. Вареники готовы, шампанское открыто. Долетаем. Ура! Больше я тебе не дам своих камер, Таня. Перехожу. Силечка, на! Ну что, судьба, судьбиношка. Давайте. В общем, мы тянем вареники из общей массы. Из общей массы. Ой, у меня прям такое ощущение, что эти вареники готовил прям вообще все я прям. Ну, в смысле, интересно попробовать. Не в том числе. Короче, вот это на меня смотрит, смотри. Раз. Пошел. Первый. Что, поскольку берет, поскольку? Ооо, кейси. Все, Таню потеряли. Два. Три. Возьму пока три. Ну, смотрите, крошки. Вот она моя тарелочка. Я уже наелась, если честно, вареников. У меня выпало все, что можно. Недвижимость, машина, денежный год, свадьба, перемены, любовь, страсть. Короче, все на свете, мне выпало все самое хорошее. И я уже наелась вареников и думаю, ну все. Я думаю, это фулл хаус. Селена вымешала порвать, и у нее были там деньги, понимаешь? Да. Это наша судьба. Ее меня в прошлый раз вытаскивало порвать. Она закатилась в угол вареников. Да, вот как тебе судьба, то оно выпьет тебе. Внимание. Кристина. Так, взяла ложку. Я уже не могу больше лука. Давай, где твой? Ну, вот, давай, какой твой? Ладно, так, сделаем. Да, я сделаю. Давай, извини. Что же там? Что же там? Боже мой. Ты ничего не тащишь. Ты ложку тянешь. Давай еще раз. Вот, вот, давай. Нет, еще раз. Один глаз открыл. Давай, давай. Что там? У Тани что там? Серьезно? Кольцо! 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 А у тебя, подожди, 4 кольца было, что ли? Ну что, Крисик, Нолик, да, спасибо. Смотрите, она еще жильен приготовила, красотища. И мне с собой дала! Так что завтра я не голодная. И мне, и мне, и мне. И мне, и мне, и мне. Да, да. Спасибо, Крис. А, что с Крис? Крис, что случилось? Как тебе гадание, кстати, сегодняшнее? Довольно. Отлично. Все, Крис, пока. Не надо мне этого грустно снимать. Давайте. Вы уберите. А ты можешь повеселее сделать лицо? Все, Кристиночка, пока, солнышко. А ты снимаешь? А теперь, я говорю, давай. Ну, ты-то знаешь, прощайтесь, я все с камерой не стану. Ну, ладно, все, пока. Ну, поможете рукой нормально. Кристино, очень легко вывести себя. Да я не стесняюсь. Ну, иди поцелуй, ну, иди поцелуй. Идем с Денькой, блин, дождь фигачит. Денька спал вообще. Проснулся. Идем скорее. Я шапку забыла. Ох, так сыро, не классно вообще. Скорее домой с моей пупочкой. А кто нас тут встречает? Я иду, смотрю, где у меня там Милочка лежит. Смотрю, ее нету, думаю, боже, где Милочка? А она отошла один метр от своей койко-места. И вот прошлась пару шагов сама, да? А? Скажу, конечно, мама, как это я тебя не встретить? Ты пришла, я должна тебя встретить. Ну что, мои хорошие, все, пришли домой же в итоге, все уже переоделись. Сейчас буду Деньку укладывать спать. Прекрасно провели время, познакомились с новыми людьми. Вот, очень приятно. Завтра собираюсь все-таки... А, завтра Милку на перевязку. Ну как на перевязку? Антибиотик ей сказали, укольчик сделают. И, ну да, то ли перевязка, то ли что, не пойму. Короче, что-то должно. Но завтра я прям, это, как встанем, мы соберемся. Поеду Милку сначала с ней все дела сделаю. Потом уже буду свои дела делать какие-то. И все-таки думаю, завтра мы пойдем с Даней в бассейн. Сейчас посмотрю, подгадаю, в какое время нам лучше пойти. Ну не в бассейн, а вот на тренировку. И он потренируется, я потренируюсь. И бассейн потом. Короче, так хорошо хочется время провести. Что моя девочка-то? Что моя хорошая? Моя куколка такая. Матюка, мама мне пришла. Мурчит моя кошка. Что? Милочка-милочка. Аккуратно только, Даня. А то еще не поймешь, где ей там потрогаешь. А ей там неприятно. Да? Не уходаешь. Ничего, скоро наша девочка будет прыгать, как раньше. Вот она ходит, видите, как все. Очень сложно. Дэн, а так аккуратно, отходи. Отходи. Я уже ее завязала нормально, видите. И именно в районе задних лап мешает вот это вот. Молодая девочка, моя сладкая. Семь дней тебе в этой штуке ходить надо. Иди покушай. А? Кушать пойдешь? Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok